О чем вы? Кто вы? Что вы будете делать? Понятно? Значит, это дескриптор. Вторая вещь – телефон. Сразу здесь телефон отполагается в правом верхнем углу, крупно, четко и ясно. Лучше всего, если это телефон 8800. Что такое телефон 8800, кто знает? Да, это круглосуточный, бесплатный для клиента телефон. И сейчас все больше людей знают, что если я пополню по 8800, я не заплачу ни копейки. Поэтому здесь под телефоном важно написать «звонки по РФ бесплатно». Денис, можно тебе только немножечко добавить? Нужно. Нужно, да? Ну, то есть это мое личное мнение. Я думаю, что если сюда вместе телефоном написать скайп, то для определенной части аудитории у нас из-за опыта будет все. Может быть, но я бы вот прямо сейчас взял бы это на заметку и проверил, насколько это хорошо работает. То есть, потому что вот эти все вещи, они нужно проверять на опыте. То есть, работает или не работает. Что обычно здесь еще пишут и что важно? Важно также здесь написать кнопку, сажать кнопку, заказать звонок. Заказать звонок. Заказать звонок. Заказать звонок. Заказать звонок. Заказать звонок. Заказать звонок это о чем? Человеку это кто-то любит вот так, кто-то любит вот так. Человеку нажимает и там написано. Позвоните мне вот в это время. То есть человек предлагает составить свои координаты. Ясно. Предлагает составить свои координаты. по нажатию кнопку заказать звонок у него вылазит табличка на котором три вещи ваша тени ваш телефон и кнопка отправить это про правый верхний угол кнопка offer offer это сильное предложение это предложение ваше предложение человеку здесь он понял по какому смыслу он куда попал offer это ваше сильное предложение и сильные предложения это одно понятно что вы несете много 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 полезности для человека вы его подстригаете то может быть подстригаете любой под публикой и вот еще возможно что вы делаете много предложений не нужно все вываливать все свои предложения нужно выбрать одно самое интересное то что его зацепит и вот это оффер это сильное предложение что здесь может быть здесь может быть это может быть лучшее по цене хорошего то есть мы вам предлагаем вот это лучшее но лучшее по цене хорошего это может быть два в одном мы предлагаем две штуки по цене одной давайте давайте у оффера и два главных критерия первое это понятно второе это интересно то есть продаем бетон понятно а если продаем раствор для залива фундамента чем то есть соответственно продаем бетон лучшее предложение нежели второй вариант он понятен сразу но он не интересен продает бетон все а продаем бетон оплата по факту реализации объекта то есть как бы и оплата со срочкой или там сплатная доставка или там цена такая то есть чем-то понятно что вы продаете бетон и данное предложение оно интереснее чем у всех остальных можно взять такую сферу и попробовать для нее как будет понятен например все эти вещи нам, например, очень сложно у нас полтора часа моя задачка сегодня сейчас дать вам общий контур хотя бы чтобы вы поняли что такое слово оффер существует то есть вот такое дискретно существует, увидели свой сайт и вот в этом смысле мы пройдем дальше можно ли будет через эти полтора часа пойти и сделать плейминг вместе с дилитом много будет непонятно но общая канва это то к чему я веду будет понятно и общая последовательность будет понятно вот чего я добиваюсь значит что еще какие еще могут быть офферы выгода подарок подарок доставка от производителя если вы являетесь производителем возможно что если у вас есть линейка товаров это товар локомотив тот который особенно интересен по интересной цене человек приходит за ними и покупает все остальное скидка скидка здесь скидка должна быть не менее 40 процентов меньше чем 40 процентов воспринимается как манипуляция и если у вас серьезная скидка то есть 5 процентов написать скидка 243 тысячи лучше чем скидка 5 процентов это правильно понятно то есть короче говоря оффер это одно самое сильное предложение которое должно заинтересовать человека в ваше предложение ему из вашего бизнеса из вашего предложения понятно то есть получается на разные предложения можно сделать разные страницы возможно что лучше делать два лендинга сделать два лендинга чем один лендинг если у вас бизнес можно возможно что лучше сделать два предложения почему смотрите почему человек ищет в интернете сейчас что-то очень конкретное мы заложим интернет когда нам нужно что-то очень конкретное мы сейчас не ищем в принципе вообще чтобы посмотреть а где то есть эти сайты на которых я смогу когда-нибудь зайти я точно этого не делаю если когда то я там соединял сайт находил там вот это и что буду просматривать то сейчас предложение столько что у меня неかがеть времени я хотел obvious очень конкретное и чем конкретней я увидел предложение чем уже я увидел предложение на свой запрос, тем выше мой выбор этого предложения. То есть если я ищу, допустим, тентовые ангары и захожу на сайт, на котором производятся металлические ангары, тентовые ангары, строительство, еще что-то, еще что-то, да, я как бы увижу. Но если я попадаю на страничку, на которой написано только тентовые ангары, все про тентовые ангары и ничего кроме тентовых ангаров, а я ищу тентовые ангары и интересное предложение еще и акция как вы думаете я нажму эту кнопку я стопудово нажму эту кнопку а это и есть то что мы хотим наша цель получить заинтересованного клиента чем мы с ним будем делать этот еще раз не предмет нашего сегодняшнего разговора но наша задача получить заинтересованного клиента чтобы он сказал нам о себе я здесь оставил свой контакт либо позвонить поэтому поэтому важно формировать возможно два лендинга а не один еще раз чем уже вы дадите предложение тем более вероятно что этот человек нажмет это логично сомнения сейчас мысли коротко отлично находите дизайнера шага 3 интересно сейчас ответить на этот вопрос или позже к нему вернуться шага 3 первый сделать прототип 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 это означает что вы берете вот все тексты составляете оффер берете листочек и сами на нем рисуете сами от руки рисуете оффер рисуете дескриптор выбираете фотографию размещаете выделяете тексту из рисуете сами есть еще также электронные всякие программы которые помогают это сделать я чуть позже скажу кому интереснее программа подойдите ко мне я вам скажу программы которые помогают это сделать это первый шаг второй шаг найти дизайнера дизайнера найти дизайнера сесть рядом с дизайнером сказать я хочу вот такой сайт дизайнер что делает он рисует вам помогал рисуют уже красивые кнопочки он то есть он делает то самое представление как это будет выглядеть я покажу как это будет то есть это как бы страница но которая не работает на ней кнопочки не нажимается и третий шаг это вы ищете верстальщика и он уже вот этот вот дизайнер сайта превращает в сайт параллельно шаг номер четыре если у вас нет домена вы покупаете свой доме как купить доме знаете это самое простое то что вы точно сможете сделать в интернет наберете купить доме попадаете вот на кучу всевозможных разных и там вам предлагается табличка в которой набираете допустим парикмахерская . rf и нам говорит свободно или занято стоит в среднем 600 рублей в год купить доме очень просто это делается за 15 минут то есть у вас должен быть свой домен и дальше этот верстальщик вы ему даете коды доступа к своему домену он верстает и у вас появляется рендинг одностраничный сайт это очень крупно основные шаги по созданию сайта бесплатные площадки правильно спасибо и есть еще одна спасибо можно поступить еще проще находите находите специальные площадки на которые представляют бесплатные сайты уже готовы то есть шаблоны сайтов есть сразу сайт который генит именно в этом печь это lpgeneration.ru давайте его напишем как выглядит lp lp generation lp generation генератор.ru генератор, да? да, самая дешевая страница 1240 генератор 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 сайлес 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 вот так? да .ру вот здесь здесь вот здесь здесь есть еще сетап.ру сетап.ру есть еще по самом деле то есть они есть это второй способ то есть в принципе вот это первый способ то есть через первый способ он геморройнее, но вы получаете эксклюзив через второй способ он проще, но вы получаете шаблон то есть более шаблонное решение непонятно какой лучше в конечном итоге потому что если вы бизнес-молодость кто-либо слышал есть такое понятие называется говносайт то есть как бы говносайт или говнолендинг то есть если вы его сделали дизайнер сделали плохо плохо, то лучше не делать лучше воспользоваться вот этим вот вариантом из него тоже можно сделать плохо поэтому вот это ваш выбор некоторый ваш выбор я сам сейчас иду вот по такому пути пока хотя вот этот еще не пробовал но держу его в голове скажем так для первого раза мне кажется это попроще как бы начать с него потому что там по сути тебе не нужно обладать какими-то особо навыками ты просто меняешь картинки, тексты и ты видишь сразу что у тебя есть согласен возможно общая рекомендация воспользоваться одним из вот этих сайтов общая рекомендация да ну сделай целый программ ну вообще больше всего у вас контакты начать нельзя если у кого-то совсем ничего не так ну про контакты в фейсбук мы сейчас не будем говорить совсем большая тема возможно что да в зависимости от того какая ваше предложение услуга возможно что в контакте будет лучше но то о чем я вам сегодня хотел рассказать я хотел рассказать об этом поэтому мы продолжаем сейчас об этом фото должно быть обязательно фото вашего фото или любая визуальная картинка визуализация того что вы представляете человеческий мозг воспринимает картинками и эта картинка вот здесь должна полагаться картинка что такое захват у захвата есть у захвата есть заголовок захват делится на заголовок захват делится на поля поле которое заполняется и на кнопку то что написано на кнопке важно то что написано на кнопке важно это либо отправить либо заказать диагностику и если написанное на кнопке совпадает с оффером и заголовком это лучше потому что смотрите вот что я как бы просто поделюсь своим некоторым внутренним ощущением сайта когда ты делаешь свой бизнес тебе так хочется показать как можно больше минуты о том, какое у тебя сделки на предложение ты вот как бы думаешь что вот эту информацию надо дать и вот это и вот это и чем больше ты думаешь сейчас дашь информации тем блин это класснее тем блин тебя выберут что человек зайдет разберется на вашем сайте все вникнет он увидит какой вы гениальный офигительный какой ваш офигительный бизнес и вот под этим чувством вы заваливаете в интернет заваливаете свой сайт кучей информации но по жизни как вы сами выбираете сайт обратитесь к себе когда вы ищете сколько времени вы смотрите на страничку которую нашли в лучшем случае полминуты а иногда да вот открыли если что-то екнулось закрыли сколько три-пять секунды какие там тексты вы же не смотрите тексты не вчитываетесь не вдумываетесь чего он там хотелось бы сделать и вот смотрите я хочу показать две вещи с одной стороны то что вы несете и даете этому миру через свой бизнес эта ценность это очень важно это ваш внутренний мир сохраните его но оттуда из этой ценности сформулируйте ясно коротко и просто словами которые другой человек понимает за три секунды то есть сохраните и то и другое не или или а сейчас наляпаю они там придурки нажмут все кнопки то есть вот я точно не об этом и вот я точно не об этом я хочу сказать что в принципе вся философия бизнесов которых я создаю и которые вот то о чем я здесь сказал для нас создание ценности для клиента это высшая миссия мы не делаем бизнес я делаю бизнес для того чтобы нажиться я делаю бизнес и для того чтобы предложить что-то что поможет другому человеку в его жизни и в идеале чтобы это что-то было больше чем те деньги которые он мне за это заплатил мы сегодня же не говорим про благодарственный платеж мы изучаем как сделать так чтобы каждый платеж был благодарственным потому что прибыль эти деньги которые вам платят клиент в самом хорошем случае это ему благодарность за то что вы ему даете представлять вы либо экономите его время или помогаете ему что-то сделать вот все о чем я сейчас говорю вот с этой мотивацией вы делаете с этой мотивацией вы делаете бизнес можете ли вы иметь другую мотивацию да конечно это ваш выбор вашей жизни можно ли я сейчас сделаю на пару повод а на поле на все предыдухи можно опять же как это ваш выбор мой опыт показывает что через какое-то время вернется прилетит ну короче прилетит если вы закладываете в пространство любовь и добро то оно возвращает вам через все раз если вы его сейчас через какое-то время ну это не тема нашего разговора но это важно про бизнес вообще и про лендинг и так в заголовок понятно поля здесь понятны кнопка понятно я сейчас закончу и покажу вам пример того который мы сейчас собираемся выложить поле поле здесь самый лучший вариант если здесь ваше имя ваш телефон чем меньше полей для заполнения тем лучше чем меньше тем лучше тем проще вы ему клиенту даете возможность меньше кнопок нажимать тем лучше но иногда нужно больше полей я покажу пример таких полей на своих примерах сейчас я закончу покажу то что сейчас происходит вектор который мы взяли вам это помогает сейчас на первичные вопросы которые вы поговорили помогает туда двигаемся туда то есть плюс-минус туда я понимаю все вопросы какие-то вещи доверие после того как он вот это понял вот за секунду понял то он понял прочитал прочитал оффер понял предложение понял что нужно вот сюда оставить то есть от нас хотят вот это он понял через фото еще раз куда это то что нужно у него возникает вопрос ну и поставьте себя на место человека а они это те они обманут ли меня они вообще может быть это вот те самые которые сейчас нажима потом там какая не хрень но и смотрите действительно все люди делятся на эти две категории либо обманом мы нам мы хотим доверие мы хотим мы хотим ощущения получить это подтверждение мы хотим получить подтверждение вот того что нам говорят и мы это подтверждение даем через что через две вещи первое это отзывы то есть мы честно берем отзывы тех людей которые взяли наш взяли наш продукт можно ли написать отзывы из головы то есть собрать можно ваш выбор но я бы не рекомендовал пространство все видит знает понимает вернет то есть пишите честные отзывы какие бы они ни были отзывы наилучший отзыв идут наилучший отзыв это видеоотзыв следующий по худшости это звуковой отзыв это отзыв написанный в виде я письменно то есть письменно я был здесь было классно здорово спасибо с фотографией есть и с фотографией еще больше доверия то есть фотография человека если он подписан и дан его телефон то есть это искусство возможного чем больше сформируйте отзывы здесь честных лучше чтобы это была действительно честная благодарность человеку который взял воспользовался вашим условиям и просить отзывы очень просто просто попробуйте человеку который действительно благодарен вам за то что вы сделали вы можете просто честно сказать знаете можно я вас отзыв попрошу я сейчас делаю вот сайт и я размещу и можно ли я ваш отзыв размещу на сайте чтобы больше человек приходило ко мне в мой бизнес и я вам сделаю так же приятно просто скажите об этом не будет просто честно спокойно об этом попросите если вы скажете нет ну нет так нет спрошите следующего а большинство детей они нормальные я не скажу ну да почему нет напишите своими словами про отзывы понятно гарантия лучшая гарантия это верну вам верну вам деньги если вы сможете построить свой бизнес так чтобы если человек недоволен вы возвращаете ему деньги это FlipSs наилучшая гарантия важно гарантий другие год два три возврат продукта возможно разные вещи которые точно помогают человеку не обещайте гарантию 2 года если вы ее реально не можете дать не обещайте вернуть деньги если вы не собираетесь эти деньги реально возвращать ещё раз не делайте то есть реальные, совершенно реальные гарантии которые вы можете представить Что сюда еще может быть? Если вы сделаете гарантии отзывы, возможно фото вашего флота или подтверждение ваших готовых объектов, то есть готовые объекты, то есть то, что вы делаете, или результат вашей работы, лучше с фото, с видео, это вместе с отзывами. То есть есть отзыв и то, что вы сделали. Если вы это сделаете, человеку это еще раз убедит. Ну и смотрите, мысль такая может закраса, ну а где собака-то порывается, почему это будет работать, а где та фишка, почему это будет работать. Работать это будет потому, что то, что вы предлагаете, это то дело, которое вас действительно цепляет, и то, что вы предлагаете, вы действительно мастер в этом деле. И если вы не мастер в этом деле, то есть вы действительно хотите предложить хорошую услугу, действительно, и эта услуга или предложение, оно узконаправлено, не все сразу, а оно действительно то, что вы можете делать. И смотрите, если вы себе сейчас говорите, ну не, я еще не мастер в этом деле, ваше намерение стать мастером достаточно. Если вы предложили услугу и обосрались из них, верните человеку деньги, извинитесь. И снова, с новой силой пытаетесь стать мастером в том, что вы предлагаете. И вот с таким намерением вы не проиграете, вы не проигрываете. Это действительно беспроигрышная батарея, беспроигрышная. Вы делаете то, что вам больше всего, ищите то, что вам больше всего нравится. Исследуйте себя, исследуйте этот мир на предмет возможности, ищите то, что вас больше всего цепляет. Цепляет через ваши ценности. Находите такой бизнес, и такой бизнес делайте. Рано или поздно такой бизнес не может не принести прибыль, денег, удовольствие. Итак, про лейнинг. Понятно? Пример, показатель. Нажимайте кнопки. Я сейчас, Людмила, можно тебя? Нет, там не готово. Я в самом начале. Дуробоксом кто не пользуется? Да. Кто пользуется дуробоксом? Да, есть. Посоветуйте тем, кто не пользуется. Очень удобная штука. А что это? Ну, пять секунд раз уж я вот так зашел. Вот смотрите, у меня здесь лежит папочка. Вот она папочка Dropbox. Вот я сейчас на нее зашел. Вот она папочка. На моем компьютере лежит папочка Dropbox. Вот папочка Dropbox. Видите? Прикол заключается в том, что у меня эта папочка лежит на всех моих компьютерах. На рабочем, домашнем, везде-везде. Любой файл на телефоне. Любой файл, который я положил сюда, одновременно появляется на всех моих носителях. То есть, если вы носите какую-то информацию на флешке, можно ее не носить. То есть, он дуробокс... Да, он перекопируется во все эти места. То есть, соответственно, на работе я положил в эту папочку файл, и с любого места, и даже без компьютера, я могу получить к нему доступ. Да, при наличии интернета. Не, ну достаточно высокая. Этим пользуются уже вечно. Информация столько вокруг, что ваша персональная информация, как мало посещаемый сайт автора. А у вас можно узнать, как на матче поставили Windows? Можно. Платишь 2000 в магазине и говоришь поставьте. Здесь на матче стоите и Windows, и Macintosh. Ну, то есть, обе системы ставят. И есть такая там, я не знаю, как это делается просто за плате денег. И мне есть. Так, а так не видно, непонятно, да? Так, кто с поднимом же можно? Ну, там уже, конечно. Ну, а чуть более долгим путем. Это просто коммуникационный сайт, с которым мы сейчас работаем, создаем стартапы. У нас есть общество, которое называется сибирской артель Kerim. Это питомник для выращивания бизнесов. Ну, и вот как раз здесь мы... Ну, вот смотрите, вот он стартап. Значит, промышленная вентиляция под ключ. Это оффер. По Сибири, по Дальнему Востоку. Название компании или фонд. Пока не 8800, это плохо. Но мы открываем лучше такое, чем совсем никакого. Оффер. Узнай, как сэкономить на монтаже свои промышленные вентиляции. Здесь кнопка. Но кнопка не работает, потому что это как раз вот еще эскиз. Женщина. Это триггер. Практика показывает, если на сайте есть женщина, то количество нажатых кнопок увеличивается в два раза. Ну, в два, в пять, в два, в двадцать процентов. Непонятно, с чем вы занимаетесь. Производство для монтажа. Продолжение следует. Продолжение следует. Вreath. В soak妹, это eigenетая.